Здравствуйте дорогие красноярцы и здравствуйте мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема растения помощники кто же это такие все мы прекрасно знаем что химия на даче это не очень хорошо и это страдание не только у растений но и у наших организмов тоже поэтому растения защитники помощники наши они существуют мы уже об этом говорили неоднократно что многие вредители уж болезни то точно не боятся запахов но вредители не переносят резких запахов каких-то там необычных запахов а такие растения есть вы все прекрасно знаете растение которое называется календула календула лекарственная но лекарственная календула календула простите она одна это вот один такой вид а все остальные разновидности этого цветка ведь они же тоже защитники ну да они для нас может быть не являются лекарственными да нельзя там подряд всю календулу насушить пополоскать горло там какую-то ранку обработать но запах то у них совершенно одинаковый и если календула растет на вашем участке значит защита растениям до существует кто садит между капустой кто садит и в огурцах кто садит там где помидоры где смородиновые кусты крыжовниковые и в саду под деревьями тоже бы хотелось видеть это растение и я хочу вам показать несколько сортов этого великолепного растения посмотрите вот эти растения все календулы сейчас в семенах представлено еще большее количество это только малая часть но я выбрала очень крупно цветковые они все махровые они все разного цвета посмотрите зеленое сердце ничего себе шапочка ничего себе в середине зеленое какое-то пятно махровое непонятно индийский принц вот это лекарственная несмотря на то что махровая красный гигант вы видите какого цвета да боже мой даже если в грядках посадить в разнобой среди растений они же там нужны у нас же там вредители чтобы не подлетела какая-то муха надо чтобы пахло невкусно для нее посмотрите золотой принц она вообще похожа на бархатцы сказать по совести да и эти тоже как-то не очень до каблуна и при код у меня слов нет никаких так вот понимаете простота она очень хорошая она гениальная спорить не буду но и эти и эти сорта календулы они же будут еще и украшением и ваша задача посеять их в начале апреля когда мы будем сеять капусты там редьки редиски и прочие растения астры в том числе да и не забудьте что астр великое множество коротконогих и высокорослых и среди коротконогих их есть уже игольчатые даже вы посеете и календулу и потом спокойненько ее пересадите туда где будут высажены растения требующие защиты вы можете поступать очень даже хорошо ведь цветов очень много на каждом кусте и запомните что когда растения а здесь растения есть вот 60 70 сантиметров очень высокие чтобы они стали чуть чуть пониже но чтобы цветов было чуть чуть побольше что надо сделать правильно когда растение выдвинула цветонос нам надо макушечку у него оторвать заставить его раскуститься вот тогда количество цветов будет гораздо больше чем могло бы быть а вы можете собирать корзинки этих цветов сушить а можете просто сырыми заливать горячей водой делать настои и просто поливать свои растения от тех кто не любит резкие запахи а вы все мне там пишите а можно без химии а читать не пробовали можно без химии пожалуйста кроме этого есть еще масса растений которые без химии помогут нам избавиться от тех кто достал уже не знаю как я имею ввиду серых наших братьев меньших конечно мышиную компанию когда она начнется мы все начинаем господи боже мой выйти стонать потому что сгрызено все ты даже не знаешь чего ты лишишься в конце сезона посмотрите на это растение все узнали правильно чернокорень чернокорень прекрасное средство от посещения мышами ваших участков и садовик садовых домиков даже если некоторое количество подсушенного слегка а можно не подсушивать положить в домик очень малое количество мышей там не будет они не испакостят крупы ваши макароны и кофе и конфеты и так далее и это растение прекрасно защищает от мышей и на дачном участке тоже вы поймите что под деревьями разложенные а он достаточно это растение чернокорень высокорослый просто нарежьте зеленую массу и разложите но не забудьте что такие растения лучше гарантированно укрыть срезать и укрыть на зиму ну хотя бы лапником ну хотя бы куском укрывного сахарным мешком чтобы весной снова его увидеть у себя на участке это прекрасный помощник пожалуйста не забывайте об этом я вот купила да видите сколько я их все посею ну там купил это я да там по пять штук всего семечка очень мало ну и всхожесть конечно иногда не очень радует сердце но тем не менее ну уж 10 растений я выращу точно и в каждом уголке моего дачного участка он будет посажен а еще я вам уже рассказывала что есть такое растение клопогон про клопов я вам расскажу в отдельной программе какие эти гаденыши я сегодня смотрела как они в грузии мандариновые деревья объели все поэтому и от них тоже есть растения ну на этом все всего доброго и до свидания надеюсь эти помощники будут настоящими друзьями на вашем участке субтитры делал DimaTorzok